Напоминаю, друзья, что наша съемочная площадка находится на 16 этаже жилого комплекса Альфа. Ну а кто-то находится на крыше, а кто-то в этот момент находится возле Белой скалы, куда и мы предлагаем вам сделать путешествие, не отходя от своих телевизоров. Акая или Белая скала. Уникальный экспонат в музее крымской природы. Известняковый монолит возвышается над долиной на 100 метров и на целых 325 метров над уровнем моря. Крутая отвесная скала цвета солоновой кости является главным украшением долины реки Биюк-Карасу. Несмотря на почти неприступный склон, вершина каменного исполина совершенно плоская. Покорить пик можно как пешком, так и на автомобиле. Особой популярностью пользуются конные прогулки и мотокросс. Небольшие туристические группы то и дело появляются у обрыва, фотографируются, рассматривают пейзаж крымской степи. Впрочем, это место привлекает людей не только своими природными красотами. Условия жизни в этой местности были крайне благоприятными для древнего человека. Во-первых, близость воды. Прямо у подножья скалы протекает могучая река. Во-вторых, обилие гротов позволяло укрываться в непогоду и согреваться в ночи. Ну и в-третьих, обрывистое плато идеально подходит для загона добычи во время охоты. Казалось бы, плоский, идеально гладкий склон вблизи открывает свой истинный облик. Процесс выветривания сформировал десятки ниш и углублений, комфортных для обустройства первородного быта. В начале 20 века скала вызывала немалый интерес среди ученых. Именно здесь впервые были найдены следы прошлых властителей этих земель – неандертальцев. За годы раскопок археологи нашли около 20 стоянок первобытного человека. На их территории были обнаружены кремниевые остроконечники и ножи. А у древних кострич были найдены остатки вымершей крымской фауны, такой как древние кабаны, древние медведи и даже мамонты. Посреди твердой породы склона располагается самая труднодоступная пещера – Алтым-Тэшик, что означает «золотая нора». Согласно местным легендам, в ней спрятаны сокровища разбойников, однако покорять подобные гроты крайне сложно и уж тем более опасно. В сезон дождей вода размывает тропинки и подступы. Стихия неустанно продолжает влиять на горный ландшафт, изменяя привычный туристу облик гиганта. Белый каменный монолит сформировался в результате эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников. Этот самый процесс образовал гроты, ниши и столбы наверху, а его производные скопились внизу в виде глыб и насыпей. Тропинки, склоны и гроты скалы в свое время привлекли не одного режиссера. Здесь среди белого камня были сняты такие картины, как «Всадник без головы», «Вождь краснокожих» и «Побег на конец света». В наше время эти дикие места все так же приманивают деятелей искусства в поисках творческого вдохновения. Фух, совсем нелегкий спуск позади, но оно-то вот точно стоило. Пейзажи здесь просто фантастические. Впрочем, не верьте мне на слово, вот, пожалуйста, белая скала. Все как есть. Приезжайте и убедитесь сами. Артем Андроновский, Алексей Семенов. Утро нового дня.